Мы наклоняемся щекой и ухом над носогубным треугольником пациента. Также помним о том, чтобы дыхательные пути были открыты, были ровные, голова запрокинута. Оказание доврачебной помощи пострадавшим – навык, который может пригодиться каждому, особенно в сегодняшней непростой оперативной обстановке. Его осваивали сотрудники органов государственной власти. До конца января провести обучение сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления, работников бюджетных учреждений с целью формирования навыков оказания первичной доврачебной экстренной помощи. Когда мы убедили, что вам подходят спасатели или кто-то, кто вас сменит, мы продолжаем компрессию. По мнению главы региона, чиновники просто обязаны владеть навыками доврачебной помощи. В трехчасовой подготовке и теория, и практика. Сердечно-легочная реанимация для взрослых и детей, а также действия при травмах и кровотечениях. Сотрудники скорой медицинской помощи делятся своими знаниями далеко не в первый раз и уже встречают плоды своего обучения. Летом был у нас вызов. Был повод к вызову, человек лежит без сознания. На момент прибытия рядом с ним находился человек, который привел в устойчивое боковое положение, тем самым указал ему первую помощь. И человек, который вызывал скорую помощь, мужчина, сказал, что посещал наши курсы и смог оказать первую помощь. Практическая часть помогает разобраться со всеми тонкостями оказания помощи детально, а также выработать мышечную память и не растеряться в чрезвычайной ситуации. Екатерина Еремина решилась самой первой проверить на практике полученные знания. Оказалось, это довольно непросто. Ведь сердечно-легочная реанимация требует значительных физических усилий и серьезной подготовки. Когда читаешь теорию или люди рассказывают о том, что через какое-то время начинаешь уставать, пока не попробуешь, в это не поверишь. Поэтому, да, действительно, желательно, чтобы кто-то мог подменить. Посетить открытые мастер-классы по оказанию доврачебной помощи могут все желающие в Центре молодежных инициатив ежедневно в 12.00. Яна Демидова, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.